Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем, и мы сегодня мы играем в финалочку на сером 1 хрипплей, первый сером унизив с Кирилл Путбуль, не забывайте вводить манипуляции, и также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Геем, и в протяжении пятого вы получите 50 тысяч, в протяжении десятого вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Ну что ж, пацаны, вот и наступил 2019 год, поздравляю всех с Новым Годом, желаю вам счастья, здоровья, и сегодня у нас первая серия в этом году по Амазингу, да вообще первая серия, скорее всего, вообще в этом году, поэтому, пацаны, ставьте лайки, и не забывайте подписываться на канал. Итак, на Амазинге вышло обновление, ну его обновлением масштабным нельзя назвать, это мини-обновление, там добавили пару плюшек и так далее, поэтому я вам сегодня их покажу, ну постараюсь показать то, что смогу, поэтому, пацаны, сваски на лайки, и повторюсь, не забывайте подписываться на канал, и вводить мой промокод, всё, погнали. Итак, первое, что добавили, это новую функцию в семье, какую именно, сейчас покажу, пишем слэш F меню, и здесь у нас будет вот такой пятый пункт, уведомление семье, что здесь вы можете делать, вы можете создавать уведомление для членов вашей семьи, это уведомление они будут получать при заходе в игру, вы можете сообщать какие-либо новости или указания, используйте эту функцию. Я уже её использовал, в принципе, я вот что написал, такое уведомление, это всех с новым годом, как бы, когда кто-то из моей семьи заходит в игру, он вводит пароль, заходит, ему пишется всех с новым годом, вот такая панелька появляется чёрная, и пишется вот такое вот уведомление, так сказать, давайте что-то ещё напишем другое. Да, пацаны, я не смог придумать ничего оригинального, чем вот это, поздравляю всех с новым годом, желаю всем счастья и здоровья, вот такое вот уведомление будет, ну, не сильно отличается от предыдущего, но всё же, и мы нажимаем указать, да, нажимаем да, и у нас будет вот такое вот появляться уведомление, как бы, у всех, они заходят в игру, и у них будет вот такое вот уведомление, я считаю, это очень круто, потому что можно всегда до всех донести какую-то важную информацию, поэтому за это респект. Ну что ж, второе, что добавили, это команда запрета в казино, то есть, если вы пропишите команду, вы не сможете играть в казино, а снять эту блокировку можно будет за 500 тысяч, поэтому вот такая вот функция. Итак, мне пришлось отъехать в тихое место, потому что немного мешали там людям, ну, вы сами, в принципе, видели. Итак, пацаны, давайте я вам покажу эту команду, как она работает, пишем казино, по-моему, так вот, да, видите, на данный момент у вас нет запрета в игру казино, вы можете установить данный запрет. Запрет бесплатно. Внимание, если вы захотите снять запрет, то вам придется заплатить 500 тысяч. На самом деле, блин, как бы, я лучше бы это делать через форум, и типа, если человек заполняет заявку на запрет, то он будет навсегда, и вы его никак не снимете. Как бы, это классная, удобная функция для тех, кто азартный человек и любит ходить в казино, но ему надоело просрать деньги, так сказать. Ну, блин, 500 тысяч это маленькая сумма, сделали бы сумму 5 миллионов, реально, сделали бы сумму 5 миллионов, я уверен бы, ну, человек бы думал перед тем, как делать запрет. А так, ну, 500 тысяч, то их можно заработать за день, грубо говоря. Ну, а так, прикольная функция, чтобы с запрета, напишите слово запрет. Давайте напишем слово запрет, я все равно в казино не хожу, как бы, нажимаем далее, все, у меня появился запрет. Чтобы снять запрет, используйте казино, enter. Все, вот такая вот система, вот такая вот, которая запрещает вам играть в казино. Мне она нравится, я, в принципе, ее использовал, это бесплатно. Поставить ее бесплатно, а снять запрет, это уже платно. Мне кажется, это очень круто для тех, кто реально азартный и не хочет ходить в казино. Так, следующее, что добавили, это новый эффект от наркотиков. Я не знаю, как он выглядит, давайте сейчас посмотрим. Пишем команду slash drugs и двоечку. Как бы, вот такой вот эффект. Что в нем изменилось, я, честно говоря, вообще не знаю. Ну, вроде бы, теперь видно в интерьерах лучше и так далее, вроде бы как. Ну, это было написано, в принципе, в группе Амазинха. Честно, я какой-то разницы большой вообще не вижу, но, кто заметил, какая разница, то пишите в комментариях, в принципе. Ну, что ж, также изменили шлагбаум на дальнобойщиках. Теперь он открывается не с левой стороны, а с правой, видите, нажимаем, и он, в принципе, открывается. Именно с, получается, правой стороны. Раньше он открывался с левой стороны, а сейчас он справа открывается. Не знаю, какая разница, в принципе, по сути, с правой стороны ты должен заезжать, а с левой стороны ты должен выезжать. Как бы, вот так должно быть, но почему-то теперь не с левой стороны заезжаешь, а только с правой. Какая разница, я не понимаю, серьезно, что с левой было то же самое, как по мне, что с правой стороны. Ну, ладно, в принципе, не важно. Итак, пацаны, третье или какое там, пятое, я уже забыл, что за обновление, добавили, короче, это винилы на фурах. Они появляются не всегда, но появляются. Я вот что-то сейчас в ступор вошел из-за того, что я взял сканию, а скания это камаз, без модпака. А раньше скания это была вот такая фура, это был камаз. Но почему-то он не за... Видите, это я не понимаю, это либо... Это, скорее всего, Вольво, которая была, теперь это камаз. А скания теперь это скания. Точнее, камаз-то скания, а Вольво, которая была, это теперь камаз новогодний. Но у меня винила никакого не появилось. По-моему, этот винил появляется только на Рено Магнум, то есть которого с 25 уровня дальнобойщика. Поэтому я вам, к сожалению, ее показать не смогу, потому что у меня всего лишь 15 уровень дальнобойщика. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. Вступайте ко мне в семью, кто хочет, в принципе. И всем пока-пока.